В общем, тут должна была быть заставка, но ее нет. Видео будет интересным, как мне кажется. Так что сразу кликай туда, куда обычно просят, и смотри. Сделать деревянный формикарий не так уж и сложно. Достаточно иметь небольшой набор инструментов и терпение. А, ну еще смекалку и воображение. Основными критериями любого формикария это практичность и эстетика. Недавно приехала ко мне лампа из Икеи. Чтобы не разбилась во время доставки, она была упакована в подобие ящика из вот таких деревяшек. Даже этикетка осталась. Здорово, салайки! Сегодня мы своими руками будем делать кормушки! Получилась кормушка. Блять, уродство какое-то получилось, а! А формикарий? А, ну да. Вот хороший кусочек. Для начала нужно придумать, как будет выглядеть формик. Форма формика... Странно звучит, но... Форма формика будет прямоугольной, А размеры подгоним под размеры вот этого кусочка акрила. Да-да, можно было бы вырезать стекло или тот же самый акрил, но резать ничего не хочу, а этот обрезок слишком долго меня манит своей прямоугольностью. Вернемся к деревяхе. У нас уже есть две равные параллельные стороны. Отмеряем нужный угол, а именно 90 градусов. Отпиливаем лишнее. Теперь, исходя из размеров стекла, отпиливаем другую сторону. Шлифуем до четкой, гладкой поверхности, а самую гладкую сторону будем использовать для вырезания камер. Нужно пометить примерное расположение проходов и галерей. Берем ручные резаки по дереву и намечаем самым острым очертание гнезда. Потом берем удобный резак и углубляемся в древесину. Процесс этот небыстрый и не терпит невнимательности. Я вот немного отвлекся и подкалывал некоторые стенки камер. Благо с древесиной можно исправить почти любой косяк. Как только все камеры приобрели более-менее приличное очертание, начинаем углубляться, попутно стараясь выровнять камеры как нужно под нужный размер. Так сказать, чистовая отделка под ключ. Я решил ускорить процесс выравнивания и углубления материала, используя бормашинку или как ее там зовут, гравер. На нее цепляется вот такая насадка, типа микрофрезер. Получается очень шумно! Но если грамотно комбинировать и ручной инструмент, углубляя заготовку, и торцевую фрезу, которая рубает древесину и ровно почищает стенки и, самое главное, пол галерей, так как нужно, так как это очень сложно и неудобно выполнять ручными резаками, то выходит все очень даже приятно глазу и, самое главное, быстрее. Да, шумно, да, немного пыльно, но за пару серий футурамы все было готово к финальной обработке. Чтобы выровнять плоскость перед установкой покрованного стекла, клеим наждачную бумагу на стол двойным скокчем и медленными движениями с равномерным нажатием снимаем неровный слой. Ля какая! Сколов можно было бы избежать, хотя нет, это так было задумано. Формик в стиле гранж. Вот эти темные пятна, кстати, от перегретой фрезы. По задумке в формике должно было быть 4 входа, но я сделал всего 2 на противоположных сторонах, потому что, по опыту, максимум 2 только используются, и то нет. Сверлим отверстие сначала тонким сверлом, потом сверлим потолще, а в конце подразмер силиконовой трубки, у меня это 11 мм. Примеряем стеклышко. Оно будет крепиться саморезами, но чтобы ничего не перекосодвинулось, нужно сделать предварительное отверстие. Сразу намечаем расположение входа, чтобы не перепутать стороны заготовки. Отмечаем пленеечки. Керним, тонкое сверло, сверло потолще, кстати, почти под размер самореза. Им же делаем отверстие в формике, предварительно зафиксируем скокчем стекло к заготовке. После расширяем отверстие в акриле, чтобы при закручивании самореза акрил не лопнул. Синкуем, так шляпки саморезов немножко спрятятся. Вот, почти не видно. Примерили стекло, заодно нарезали резьбу формикарии. Последние штрихи. Подрезаем резаком там, где надо. Там потом за кадром еще раз шлифанул, все, даже кое-где камеры. О, да. Сразу заляпал балда. Вот ее, чешно поят, обидим, обидим. О, да, обидим. Субтитры создавал DimaTorzok